Когда я говорю, что работаю в МККК, люди смотрят на меня как-то озадаченно. Ну, знаете, поясняю я, красный крест, красный полумесяц. А, так вы доктор? – спрашивают они. Нет, я не доктор. Но у нас работают и доктора, и медсёстры. Правда, это лишь часть того, что мы делаем. А что ещё вы делаете? – спрашивают меня. Вы когда-нибудь слышали про Женевские конвенции? Конечно, – сказал один парень. Но как это работает на практике? Я на минуту задумалась, а потом сказала. Практически это значит, что если где-то начался вооружённый конфликт, мы можем быть там, чтобы помогать. Это значит, что у людей, которые бросили свои дома, спасаясь от боёв, будет чистая питьевая вода и еда. Это значит, что родители, которые во время конфликта потеряли ребёнка, увидят его снова. Это значит, что, постоянно посещая задержанных в связи с вооружённым конфликтом, мы следим, чтобы их содержали под стражей в соответствии с международными стандартами, чтобы к ним относились по-человечески. «И как же вы всё это делаете?» – спросил он меня. Более 13 тысяч моих коллег работают в 80 странах по всему миру. И мы в нашем деле не одни. Нам помогают национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца. Мы работаем не только в городах, но и в глухих сельских районах. Наши главные принципы – нейтральность, независимость и беспристрастность. Поэтому мы можем касаться болезненных для сторон в конфликте тем. На самом деле, значительную часть этой работы мы делаем в мирное время. Но когда вспыхивает конфликт, потребности людей в самой разной помощи растут. Часто их проблемы не видны сразу. Лишь потом становится понятно, как они нуждаются в психологической помощи, в защите от сексуального насилия, знаниях о том, как спастись от мин. Мы работаем вместе с теми, кому помогаем, чтобы в дальнейшем они могли обеспечить себя сами, чтобы они с надеждой смотрели в будущее, несмотря на трудное прошлое. Мы называем это гуманностью в действии.